Несмотря на экономический кризис, властям Нижнего Новгорода удалось выделить средства на 86 разновидностей социальных льгот, значительная часть которых приходится на пособия на ребенка в Нижегородской области. Федеральные пособия на ребенка в Нижегородской области. Федеральные пособия выплачиваются семьям, проживающим по всей территории России, и никак не влияют на возможность оформления региональных выплат. На именование пособия сумма пособия по беременности и родом официально трудоустроенным 100% среднего оклада за предшествующие 24 месяца или в размере одного МРОД 7800 рублей, если доход был ниже МРОД или страховой стаж оказался менее 6 месяцев. Официально безработным, состоящим на учете в Центре занятости, уволенным в течение предшествующих 12 месяцев из-за ликвидации предприятия, прекращения деятельности ИП или банкротства фирмы 613 рублей 14 копеек в месяц. Студентам в размере стипендии. Неработающим не выплачивается. Единовременное пособие за постановку на учет в районной поликлинике или женской консультации, не позднее 12 акушерских недель беременности 613 рублей 14 копеек, выплачивается тем же категориям женщин, что получают пособия по беременности. И родам. Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350 рублей 33 копейки, выплачивается на каждого ребенка в отдельности всем категориям граждан. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет официально трудоустроенным. И уволенным из-за ликвидации или банкротства фирмы 40% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, но не ниже минимального размера и не выше максимальной суммы 23 089 рублей 4 копейки. Неработающим безработным, студентам в минимальном размере 3065 рублей 69 копеек на первого ребенка, 6131 рубль 37 копеек на второго, третьего и последующих детей. Ежемесячная компенсация безработным матерям, уволенным во время пребывания в отпуске по уходу за малышом до трех лет из-за ликвидации компании 50 рублей, в некоторых регионах в размере одного мрот, если ребенок третий и последующий. Читайте также статью «Единовременное пособие при рождении ребенка в 2020 году». Региональный материнский капитал в Нижегородской области. При рождении второго и каждого последующего ребенка семье предоставляется 25 тысяч рублей, которые можно потратить на лечение ребенка, оплату обучения детей, проведение ремонта, подведение газа, улучшение жилищных условий. Меры социальной поддержки многодетных семей в Нижегородской области. Единовременное или предоставляемое с периодичностью более одного месяца. Денежное поощрение выпускника с отметками «Хорошо и отлично» в сумме 1411 рублей, 770 рублей в год на покупку школьных принадлежностей. Ежемесячные льготы, вход в музей, на выставку без оплаты раз в месяц, 693 рубля на питание ребенка, обучение которого происходит на дому, 517 рублей на компенсацию проезда ученика школы, возмещение половины стоимости ЖКУ и дров. Ежемесячная выплата обладателям почетных званий, 770 рублей матерям 5-9 детей, 1231 рубль матерям, родившим, усыновившим, 10 и более детей, 1540 рублей матерям со званием «Мать-героиня». Социальная поддержка малоимущих семей в Нижегородской области. Малоимущие семьи могут получить следующие виды помощи. 450 рублей в месяц на покупку детского питания с 1 сентября по 1 июня в учебный период, 500 рублей раз в год на приобретение учебников. Адресные пособия для семей со среднедушевым доходом менее 50% прожиточного минимума в Нижегородской области. Адресные пособия выплачиваются от 3 до 12 месяцев. Если заработок семьи оказывается меньше половины ПМ по региону, семья получает единовременные ежемесячные детские пособия. От 100 рублей на семью плюс от 150 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи каждый месяц – 600 500 рублей. Разовая помощь – максимум единожды в год. Ежемесячные пособия на ребенка в Нижегородской области на детей-сирот, переданных в семьи. На детей-сирот и детей без родительской опеки власти региона выплачивают ежемесячное пособие на содержание в размере 6 160 рублей на детей от 0 до 3 лет, 6 776 рублей на детей в возрасте от 3 до 6 лет, 7 700 рублей на детей до 7 лет. Приемные родители, в отличие от опекунов, имеют право на получение вознаграждения за воспитание детей – 5880 рублей за каждого ребенка, 2940 рублей – надбавка за детей младше 3 лет и детей с инвалидностью. Льготы для приемных семей – 25 000 рублей выпускнику школы, социальные стипендии при обучении на бюджетной основе, полное возмещение расходов на оплату ЖКУ на всех приемных детей. Обеспечение полноценным питанием и предоставление компенсационных выплат за его покупку в Нижегородской области. Полноценное питание одинаково необходимо детям и беременным женщинам, а потому власти региона предусмотрели оказание следующих видов поддержки – выплату пособия беременным из малоимущих семей, среднедушевой доход которых не превышает – половина регионального прожиточного минимума. Выдачу продуктов с молочной кухни для малышей младше 3 лет. Детям младше 12 месяцев бесплатное питание выдается, если доходы семьи ниже двух размеров местного ПМ. Детям от 1 до 2 лет питание будет выдано при среднедушевом доходе семьи в размере. Один величины ПМ. Детям от 2 до 3 лет позволено пользоваться молочной кухней при условии оплаты услуг родителями. Если ребенок младше 3 лет был переведен на искусственное или смешанное питание, разрешается оформлять возмещение затрат на покупку молочной еды. Сумма пособий варьируется в зависимости от категории получателя. 300 рублей выделяется на каждую беременную женщину, после постановки на учет у гинеколога и до родов – 1265 рублей полагается в качестве возмещения расходов на питание. Детей младше 12 месяцев – 857 рублей будет выплачено на ребенка от 1 до 2 лет. Единовременные пособия на ребенка в Нижегородской области усыновителям. Власти Нижегородской области поддерживают усыновителей, а потому предоставляют им значительные разовые выплаты при передаче в семью ребенка сироты и детей без попечения родителей. Размер пособия составляет 100 тысяч рублей в общем случае, 200 тысяч рублей при усыновлении подростка от 7 лет, ребенка-инвалида любого возраста и нескольких детей, являющихся братьями и сестрами. Единовременные пособия на ребенка в Нижегородской области при рождении. Помимо федерального детского пособия при рождении ребенка, семья, проживающая в Нижегородской области, может претендовать на единовременное региональное пособие по случаю рождения в малоимущей семье любого по счету ребенка. Также аналогичную выплату могут оформить усыновители и опекуны. Размер пособия. 8 тысяч рублей на первого и второго малыша в семье. 10 тысяч рублей на третьего и каждого из последующих новорожденных или принятых в семью детей. ЕДФ на третьего ребенка и последующих детей в Нижегородской области. За пособием на третьего ребенка в семье в возрасте не более трех лет может обратиться любой член семьи, который фактически ухаживает за новорожденным, как и в случае с федеральным пособием по уходу за ребенком. Оформить выплату может только малообеспеченная семья, в которой ребенок появился позднее 1 января 2013 года. Переоформлением выплаты необходимо заниматься каждые 6 месяцев. Сумма пособия составляет 7 тысяч 423 рубля на каждого ребенка, начиная с третьего, неважно рожденного или усыновленного. Региональные ежемесячные пособия на ребенка в Нижегородской области. Федеральное правительство постановило всем регионам ввести ежемесячные пособия на ребенка для малообеспеченных семей с детьми, посещающими школу, возраста до 16 или 18 лет. В Нижегородской области данное пособие выплачивается на родных, усыновленных и принятых под опеку детей указанного возраста. Сумма пособия одни из самых маленьких в стране. 100 рублей на каждого ребенка. 150 рублей на детей, отцы которых служат в армии по призыву и не платят алименты. 200 рублей на ребенка, воспитываемого матерью-одиночкой. 1000 рублей на детей-инвалидов. Матери-одиночки и на ребенка из многодетной семьи. Выплата должна быть переоформлена каждый год с предъявлением свежих справок о доходах всех членов семьи за последние четверть года. Лучше заняться первичным оформлением на протяжении полугода после возникновения оснований на пособие, тогда оно будет начислено и за предшествующие 6 месяцев, если уже тогда у семьи имелись основания на получение помощи. Какие документы нужны для оформления регионального пособия на ребенка в Нижегородской области? Для того, чтобы получать региональные выплаты на ребенка, необходимо обращаться в местное отделение органов социальной защиты населения, заранее подготовив следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о назначении. Детского пособия в свободной форме паспорт РФ, ВНЖ, РВП для иностранцев и беженцев. ГУВМ ВД РФ, справка о регистрации в регионе подачи заявления, паспортный стол, свидетельство о рождении, усыновлении ребенка, на которого оформляется. Пособия органы ЗАГС, свидетельство о рождении, усыновлении других детей, органы ЗАГС, свидетельство о рождении ребенка без записи об отце, или справка о внесении записи об отце со слов матери, для матерей-одиночек, органы ЗАГС, свидетельство. О заключении брака или расторжении брака при наличии органы ЗАГС, справка о составе семьи, паспортный стол, больничный лист по беременности и родам, для оформления пособия по БИР, районная поликлиника или женская консультация, справка. О ранней постановке на учет в женской консультации, для оформления разовой выплаты за постановку на учет в ранние сроки, у наблюдающего беременность гинеколога, справка о размере среднего заработка за последние два года бухгалтерия по месту. Работы ФНСРФ, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или без записи с последнего места работы, справка о постановке неучет в Центре занятости населения, для безработных, уволенных из-за ликвидации или банкротства фирмы, Центр занятости. Население справка о неполучении пособия по безработице, пособия по безработице нельзя получать одновременно с детскими пособиями, Центр занятости населения, справка о том, что второй родитель не получал пособия УС, с места работы удостоверения. Многодетной семьи для многодетных родителей, УС справки о ежемесячных доходах всех членов семьи, для малоимущих семей, по месту работы ФНСРФ, ПФР, ЦИС, по месту учебы справка о прохождении обучения в школе или университете, для школьников. Из студентов по месту учебы заключения медика социальная экспертиза об установлении инвалидности для детей-инвалидов, героям справка об отсутствии места в ДОУ, для получения компенсации за отсутствие мест, детский сад по месту жительства. Справка о зачислении в детский сад и размере родительской платы, для получения компенсации части родительской платы, ДОУ договор о приеме ребенка на воспитание в приемную семью, для приемных родителей, органы опеки и попечительства свидетельства. О смерти или решении суда о признании человека пропавшим без вести для детей, потерявших родителя, органы ЗАГС, секретарь суда, ксерокопия банковского счета или сберегательной книжки, читайте также статью, перечень документов для оформления. Детского пособия в 2020 году. Законодательные акты по теме. Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года номер 130 З о мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей, постановление от 27 июня 2012 года номер 374 об утверждении положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего. Ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Закон Нижегородской области от 28 декабря 2004 года номер 158 З о мерах социальной поддержки многодетных семей типичной ошибки. Ошибка. Семья, проживающая в Нижегородской области, отказалась от оформления федерального единовременного пособия при рождении ребенка в пользу аналогичной региональной выплаты. Комментарий. Получение регионального пособия не лишает семьи права на оформление аналогичных и любых иных федеральных пособий, которые положены всем российским семьям. Ошибка. Бабушка усыновила собственного внука после того, как ее дочь была лишена родительских прав и претендует на единовременную помощь усыновителям в Нижегородской области. Комментарий. Если ребенка усыновляет бабушка, мачеха, отчим и другие родственники, пособие им не полагается. Ответы на распространенные вопросы про пособия на ребенка в Нижегородской области. Вопрос номер один. Как кормящей матери оформить пособие на питание в Нижегородской области? Ответ. В Нижегородской области предусмотрена выплата пособия на покупку полноценного питания исключительно для беременных женщин и детей младше трех лет. Вопрос номер два. Виды социальной помощи, предусмотренные для многодетных семей в Нижегородской области, оформляются только для граждан России? Ответ – нет, данные виды поддержки можно получать и иностранным гражданам, и лицам без гражданства, и беженцам. Главное – проживание на территории области. Видеосоветы. Какие пособия и выплаты на детей будут в 2020 году? В видео раскрывается информация, касающаяся пособий и выплат на детей в 2020 году, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, новое пособие на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!